Усть-Каменогорск, 45 градусов, мороз. Отменили занятия в школах с 1 по 11 класс. В автобусе едут только взрослые, и вдруг заходит мальчик. Так, на вид первоклассник, ему говорит, мальчик, ты что, куда едешь? Занятия с 1 по 11 класс отменили. Он говорит, а я в нулевом учусь. Вот. Полный троллейбус. То есть толкучка на нижней ступени, задней двери, висит пассажир и не заходит. А водитель кричит по громкой связи, зайдите, поднимитесь, чтобы я закрыл дверь. Я не пойду. Зайдите, поднимитесь, поднимитесь нижней ступеньки. Наконец кричит, вы что, русского языка не понимаете? Ответ, это только наш может, послать через весь автобус туда водителю, значит. Сам ты еврей. Как нашим это на ум приходит? Вы можете объяснить? Полное маршрутное такси. Женщина такая в возрасте второй половины расцвета жизни, таких пышных фор, пышная такая. Видели, как из кастрюли тесто выползает? Такая снежная баба весной с оплывшими боками пытается влезть на сиденье рядом с водителем. У него ничего не получается. Водитель смотрел, смотрел. Говорит, женщина, вы давно уже не кошечка. Если голова пролазит, это не значит, что войдет остальное. Знаете, я рассказываю иногда истории, думаю, вот зал смеется, и не будут люди больше вот так вот увидеть себя со стороны. Бесполезно для нашего человека. Я рассказал историю, которая имела неожиданное даже для меня продолжение. Историю я несколько раз рассказывал по телевидению, многие их слышали, может не все, поэтому я повторю, иначе будет непонятно продолжение. Три мужика курили в окошко общежития на третьем этаже. И внизу был канализационный люк, а дома была гиря в 16 килограмм. Ну, другой курит и курит, а наш не может, пытливый мозг. Гиря, если скинуть, пробьет люк или нет? Какая тебе разница, какая тебе разница? Кинули, не попали. Пошли за гирей, эксперимент не завершен. Тянут ее на третий этаж, вот не лень, да, этим заниматься. Это бы энергию на пользу води. Второй раз не попали, третий раз, когда они, третий раз, проносили гирю мимо вахтерши. Та им говорит, больше мужики, я вас с гирями. Ей же на ум не может прийти, что это одна и та же гиря. А эксперимент не завершен. Они пошли в красный уголок, взяли канат, чтобы в случае чего, если промажет, поднять, наверное. Привязали гирю канатом к отоплению. Я не могу. И бросили. Канат оказался короче. У вас агония уже начинается. Гиря качнулась в районе первого этажа. Раздался такой звук, как будто, как будто Тунгусский метеорит врезался в стеклотару. Вот в пункт приема стеклотары. И гиря исчезла в одном из окошек. Эти пошли гирю возвращать. Заходят в окошко, там сидят бледные пацаны. И в долгий затяг курят. Видно, что конец света пролетел мимо. Эти спрашивают. Эти у них сразу... Пацаны, у вас гиря не пролетала? Те говорят, посмотри в холодильнике. Холодильник рядом с окном стоит. Пробив дверцу холодильника, на первой полке гиря. Один вообще не разговаривает. Только так трясогузка у него на всем организме. Они спрашивают, что с тобой? Он еле говорит, ой, 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 я 15 минут назад свою кровать с холодильником местами поменял. Я думал, на этом история закончена. Я не могу, мужик там к своей девчонке аж повалился. Ой, я думал, история закончена. Нет, ворох писем на электронную почту. Почему вы не досказали историю? Гиря пробила люк или нет? Этот народ непобедим с его пытливостью мозга. Думайте, все, и это не все. И однажды мне приходит письмо Михаилу Николаевичу, не дурите людям головы. Мы пробовали, гиря с третьего этажа не пробивает люк. Семь писем таких получили. Семь. Преподаватель сопротивления материалов мне написал. Я провел расчеты. Он пил. Тебе что, заняться больше нечем? Гиря с третьего этажа не пробьет. Пробьет только седьмого. Он мне пил. Но доконало меня письмо недавно. Ой, это супер. Я таких писем еще не получал, даже я. Михаил Николаевич, мы все сделали корректно. Эксперимент по-научному. Канат измерили. Его длины точно хватило до земли. Но чего, говорите вам, да, обвиняйте на себя. Михаил Николаевич, вы врете. В окошко залетает батарея. То, что в русских творится, да нигде в мире не может. Думаете, и что? Вот бесполезно. Похохотали и все. Вот три пацана были на моем концерте. Хохотали. Потом решили выпить пиво. Думают, а как русские? Они просто так не могут выпить пиво. На крышу пошли. Звезды, небо. Большая медведь. Кстати, малые медведицы сейчас больше объединяются. Они будут единые медведицы. Вы еще мысли ловите. Какие же вы выносливые. И они выпили и думают, покурите охота. Сигарет нет. Ну, другой опять голландец, бельгийц. Он пойдет за сигаретами вниз. 14-этажный дом, крыша. Куда русским идти? Только им могло прийти в голову посмотреть, на балконах не курит кто-нибудь. А там на балконе, два этажа чуть пониже, Вышел мужик покурить. Положил сигареты на перила. Наслаждается. Он не знает, что через 7 минут его в реанимацию увезут. Прединфарктом состоять. Потому что эти пацаны, самого легкого, привязали канатом к подмышкам. Дайте договорить. Представляете, а этот курит. А с неба, вот такой. Перед ним мужик, который говорит, у тебя закурить есть. Настроя ангел курящий на троих попросил. А город Электросталь у нас в Подмосковье. Там есть, там неподалеку от Электростали, в лесу, дом сумасшедших, как говорят в народе. Вот, для буйно помешанных сбежал буйно-буйно помешанный, агрессивный больной. Вызвали ОМОН, прочесывают лес. А в Электростале есть научно-исследовательский институт, который изучает грибы. В том числе, трутовики. Трутовики это грибы, которые растут на деревьях. И вот ученый пошел изучать трутовики. Значит, надел кошки на ноги, чтобы сказать. Взял лупу и залез на дерево и смотрит на гриб. Идет ОМОН. А, о, о, о. Че делаешь? Он говорит, грибы собираю. Нормально, мужик в правильном месте провел. Недельку. Я бесконечно это могу рассказывать. Бесконечно. А как... Ой, а... Вот знаете, что обнадеживает? С чувством юмора относятся сами герои всех этих историй. Но для равновесия кое-что про американцев. Тут Америкос так порадовал. Я останавливался в Питере в гостинице «Астория». Ну то, что... Знаете, этот Америкос фору даже вот предыдущим героям даст. Мне, когда я приезжаю в какую-то гостиницу, работники гостиницы начинают сливать истории разные. Про финнов, про американцев. И вот звонит Америкос на, как теперь говорят, на ресепшн и говорит, мне нужен электрик срочно, мастер. Зачем? Мне надо... У меня не работает в номере микроволновая печь. А вообще нет микроволновок нигде. А этот, который он разговаривает, думает, ну задорно вправ, тупые. Неужели со своей микроволновкой приехал? Она его спрашивает, зачем? Я хочу разогреть сосиски. Значит. Она говорит, ну надо же, еще и сосиски привез свои. И микроволновку прислали. Я боюсь вам говорить. Он пытался разогреть сосиски в сейфе. Положил сосиски в сейф. Запер. И думал, что набрал время. Код набрал. Представляете? Ой. А объявления в газете продаются дрова, колотые чурками. А в кабинете уролога просто заходить, хвастаться не обязательно. Объяснительный водитель автобуса продавал билеты в салоне сам, потому что кондуктор был настолько пьян, что постоянно путался в сдаче. Пришлось ненадолго посадить его за руль. Вот это вот обнадеживает. Вот ненадолго. И последняя история, дабы вы отсюда поползли все, написала мне деваха. Ну, точняк, нашинская история. Пишет, я очень люблю своего мужа и очень его боюсь. Вот уже по-русски начинается. Он меня отпустил на девичник. Сказал, чтобы в 12 ночи я была дома. Вот. А мы с девчонками напились. И я немножко прозевала. Вот. Пришла в 4 утра. И далее. А у нас часы с кукушкой, пишет она. А он спит чутко. То, что пришло ей на ум, никому в мире на ум не придет. И я решила сама прокуковать 12 раз. Нормально? В 4 утра. Как у-ку-ку пропитым голосом. Монстр, а не ку-ку-ку. Она пишет, я подошла к мужу поближе, чтобы он точно... То есть еще дыша перегаром. Вот это. Монстр, ку-кушка. Муж надо дать должность. Терпел это все. Долго терпел. Утром ничего не говорил. Потом говорит, милая. Не выдержал. Милая, говорит он. Нам надо срочно менять ку-кушку в часах. Почему, дорогой? Готовьтесь, готовьтесь. Побольше воздуха в грудь. Вот наберите. Понимаешь, я видел, я слышал, когда ты вчера вернулась, кукушка прокуковала сначала 4 раза. Потом сказала, воп, блин. Прокуковала два раза. Поперхнулась. Ку-кукнула, высморкалась. Нормально кукушка. Ку-кукнула, похихикала. Наступила на кошку. Шмякнулась о пол. И докуковала 17 раз. Друзья мои, как русский человек русским. На ночь последний полезный совет. Приятного аппетита. Аппетита. Аппетиты. О이에요!